Всем привет, это канал Магистраль Жизни, меня зовут Сергей. Сегодня среда, ну и как вы поняли из названия, сегодня речь пойдет о доставке. Сразу скажу, мне не очень нравится этот тариф, я не работаю по доставке, но меня неоднократно просили рассказать про доставку. Так сказать, выполняем просьбу, будем сейчас вместе разбираться, что это такое. В тарифах я выключил все, кроме экспресс. Давайте сразу выйду на линию, чтобы не тратить время. В городе горит коэффициент. Коэффициент, я даже не знаю, распространяется коэффициент на доставку, распространяются ли зоны на доставку, есть ли персональные цели. Ну, наверное, вот у меня, допустим, сейчас Яндекс прислал выполнение 145 заказов. А, ну да, вот он есть, доставка, курьер, то есть все идет, гарантия какая-то тут, наверное, есть. Это мы проверим в процессе, здесь, по крайней мере, не написаны тарифы. Зоны исчезли, смотрю, зоны не отображаются. Есть только цели и гарантии, все. Бонусы, тарифы, вот это что такое? Конец. По делам и домой направления эти, я думаю, нет тут смысла использовать. Тут и так могут заказы нечасто прилетать. Но это мне так кажется. Последний раз доставку я включал, не знаю, год или полтора назад. Это было, когда я на проценте катал на машине. Вот тогда мне пару раз доставка прилетала, а потом я ее выключил. Еще сразу хочу сказать, что перед тем, как выйти на линию, нужно было пройти тест. Его я проходил вообще очень давно, не знаю, наверное, года три или два с половиной, когда там впервые доставка появилась только. Насколько я помню, тест там достаточно простой. Сначала вы проходите обучение, там картинки листаете, что можно возить, что нельзя. Потом, соответственно, появляются вопросы, на которые нужно ответить. И все, и типа тест пройден. Далее подключаете машину. Машина вроде как абсолютно любая. Можно даже с Жигули 80-го года подключить. Но это со слов. Ну, должен быть список, наверное, подходящих машин. Так же, как в Эконом, Комфорт, Комфорт Плюс. А, ну и, конечно же, я забыл. Вы сначала находите машину, подключаетесь в таксопарк, а уже потом проходите вот это все тестирование. Так, первый заказ мне прилетел. Он идет от двери до двери. И 6 километров подача. Естественно, мы это пропускаем. Во-первых, потому что подача 6 километров. Во-вторых, от двери до двери я буду пропускать. Я не хочу бегать кому-то там на этаж, брать эту доставку, потом везти куда-то там. Опять неизвестно, где парковаться, брать эту доставку и нести кому-то там на этаж в кабинет. Не знаю. Этой херней мы заниматься не будем сегодня. Мы сегодня возим экспресс не от двери до двери, а просто. Мне положили, я привез, кто-то подошел и забрал. Вот это будет нормальная работа. Но если заметили, КЭФ работал. 6,5 был КЭФ. Вообще доставка, я так понял, делится аж на три части. Это у нас конкретная доставка, вот как экспресс. Второй вариант это курьер. По-моему, там тарифы чуть дешевле. И третий вариант это грузовод. Но для грузового нужна специальная машина. На доставку и курьер там машина любая подходит. Кстати, можно попробовать тесты, тренинги запустить. И посмотрим, что нам покажут. Ну, если покажут, потому что тест-то у меня пройден. Это на курьера я могу тест пройти. Вы, конечно, в комментариях можете меня поправить, добавить. Все, что знаете и кому-то будет полезно, можете описать это. Потому что в доставке я не работал совсем. Буквально, я не знаю, за все время, может, каких-нибудь 5 заказов выполнил, не более. Поэтому я могу в чем-то заблуждаться, ошибаться, говорить неправильно. И первое, что я хочу заметить, но это лично по моим ощущениям, опять-таки, время работы в доставке. Мне кажется, активно доставка начинается где-то с 9, ну и до 10 вечера. Совсем рано, наверное, смысла выходить нет. Что-то не хочет оно грузиться. Может еще разок. О, появилось. У нас здесь есть тесты и тренинги для курьеров. А, смотрите, вот они, три тарифа. Доставка, по которой мы сейчас будем кататься, грузовой и курьер. Нас интересует доставка. Ага, что-то там загружается. Начать, ну давай. Давайте попробуем. В общем, что у нас тут отображается? Скоро вы доставите свою первую посылку. Да, да, конечно. Чтобы начать работу с заказами, пройдите этот курс. Начать. Вас ждет. Как это все устроено в тарифах. Какие бывают заказы, что сделать местные. В общем, это у нас идет обучение. Как все устроено в тарифах экспресс и стандарт. Далее. Как работать с тарифами. Вы доставляете клиентам посылки от других людей, магазинов, аптек, ресторан. Вы можете доставлять заказы пешком на велосипеде, самокате автомобилей. Но пешком в велосипеде это тариф и курьер. Если вы на автомобиле, тогда тариф и стандарт и экспресс. Ну вот экспресс у меня пройден и на нем мы сегодня работаем. А стандарт это надо тест, наверное, на курьера пройти. Что нужно знать о посылках? Вес посылки зависит от способа доставки. Не тяжелее 20 килограмм. Если на автомобиле. Понятно. То нельзя перевозить оружие, драгоценности, деньги, животных, антиквариант, материалы, биологические, пачкающие предметы. Ответственность. За содержимое посылки отвечает тот, кто ее упаковал. То есть отправитель. Если упаковка повреждена, сфотографируйте посылку вместе с отправителем. Не вскрывать посылки. Как получатели оплачивают доставку? Наличными карта типа платы появляется на экране нового заказа. Как выполнять заказы через приложение? Как это все устроено? Типа обучение пройдено. Несколько картинок. Следующее. Как выполнять? Проверьте тариф. На кнопке принять будет написано, какой тариф указан. Доставка. Проверьте комментарий. Позвоните, если не хватает информации. Не беспокойтесь. Не беспокойтесь. Стоимость заказа входит по 10 минут бесплатного ожидания у правителя и получателя. После этого автоматически включается платное ожидание. То есть, если в такси мы 3 минуты ждем, а потом платное ожидание, то здесь 10 минут. Вовремя переключаете кнопку со статусом заказа. На месте. Когда доедете до отправителя. Забрал посылку. Когда появится посылка. Когда заберете посылку, позвоните получателю. Сообщите ему, через какое время будете на месте. Назадите сумму заказа, если он за наличные. Когда на месте. Дойдете до получателя. Вручил посылку. Вручил. Ну, понятно все. Если получатель не выходит на связь. Нужно подождать 10 минут. Позвонить получателю. Минимум 3 раза. Нажмите на кнопку возврата. Она появится на экране после 3 неотвеченных вызовов. Отвезите посылку отправителю. Стоимость заказа автоматически увеличится с учетом возврата. Интересно. Если ты повезешь назад, оказывается будет пересчет денег. Ну и собственно пройти тест. Проверьте себя. Пройти. О, даже вопросы есть. Ничего себе. Ну давайте попробуем. Вы подошли к подъезду отправителя. Как будете заходить? Посмотрю код домофона в комментариях. К заказу. Позвоню отправителю. Уточню как попасть в подъезд. Отправитель. Значит к отправителю уточню. Неправильно. Вы подошли к подъезду отправителя. Как будете заходить? Посмотрю код домофона. Правильный ответ. В какой момент нужно нажать на месте. Если выполняете заказ от двери до двери. У двери когда буду. О, вот это правильно. Вы доставляете посылку в бизнес центр. Но дойти до офиса получателя не можете. Не пускают на ресепшене. Как поступить? Позвоню получателю. Это правильно. Далее. Пройдено. Это я типа два варианта прошел. А всего получается пять этапов. Далее поехали. Какие бывают заказы? Вы будете получать разные заказы. От двери до двери. Отличающие по типу отправителя. Мультизаказы. Это наверное когда много точек. С смс кодом. Не знаю что это такое. Далее. Заказы от разных отправителей. Кто может быть отправителем? Иногда посылка отправляет человека. Иногда магазин, аптека, ресторан. Далее. Посмотрите комментарий. Там вы найдете номер заказа, чтобы точно забрать нужную посылку в магазине на складе или ресторане. Ясно. Мультизаказы. В мультизаказах доставляется не одна посылка, а несколько отправителей. Получает может быть тоже несколько. Почему мультизаказы? Это выгодно. В этом я очень сомневаюсь, что мультизаказы больше дохода принесут. Как пропустить точку в мультизаказе? Почему может понадобиться пропустить точку? Как вернуть посылку, если она в мультизаказе? Как не получать новые заказы, пока выполняете мультизаказ? Нажмите радар, на нем идите с линии. Сможете завершить текущие, но не получать новые. Заказы с подтверждением смс. Сейчас нам расскажут, что это такое. В чем особенность заказов с смс-кодом? В таких заказах прием или передачу посылки нужно подтвердить кодом смс. В требовании будет указано такое. Когда вы нажмете заказ забрал или вручил посылку, система попросит код. И он придет правителю или получателю. Попросите его назвать цифрой из смс. Поехали, тест. Вопрос один. Как оплачивается услуга от двери до двери? Цена входит в услугу и стоимость заказа. Вот этот вариант B. Правильно. Вы доставили заказ до двери и вышли на улицу. Переключить статус на вручил посылку не получается. Требуется код. В чем проблема? У получателя, наверное. Да, все правильно. Вы приняли мультизаказ, а после хотите закончить смену. Как перестать получать новые заказы? Выйти, собственно. Выйти с линии через кнопку радар. Вы приняли мультизаказ. Блин, ну сбился. Дурацкая фигня. Повернул экран и, блин, сбилось все. Ладно, подождем. Может подгрузится сейчас. Так, хорошо восстановили. Вы приняли заказ. Так, ну одно из заведений, которое должно выдавать заказ, закрыто. Дозвониться тоже не удается. Что будете делать? Нажать кнопку пропустить. Верно. Вы получили несколько пакетов. Их нужно доставить разным получателям. Как понять, какой пакет какому получателю отдать? По номеру заказа. Правильно. Пройдено. Еще два этапа есть. Что делать в нестандартных ситуациях? Как поступить в любой нестандартной ситуации? Ситуация. У вас заказ от двери до двери, но вы не смогли дойти до отправителя или получать. Не пропускает охрана. Ситуация. Вы приехали на заказ на автомобиле, но припарковались поблизости негде. Поищите место дальше. Не получается изменить статус заказа в приложении. У вас заказ с подтверждением по смс, но отправитель не приходит смс. Получатель не хочет принимать посылку. Ну, короче, написать поддержку вам подскажут, как поступить. Ясно. Когда пора обращаться в поддержку? Как общаться с поддержкой? Так, не забывайте о мерах предосторожности. Обрабатывайте руки, меняйте маску. Если почувствовали себя плохо, останьтесь дома. Тык, пройдено. И финальное тестирование для доступа в тариф. Повторите главное перед тестом. Что будет дальше? Осталось пройти тест, чтобы получить доступ в тариф. А, ну вот и тест. А, это были типа пробные вопросы. Вот это уже настоящий тест. Просто улица, на которой вас вызвали, оказалась перекрыта. Что делать? Ну, наверное, по-любому надо доставить посылку. Вам поступил заказ, услуга от двери до двери. В этот раз вы не готовы выполнять услугу. Что делать? Ну, наверное, отказаться от заказа. Его уж можно пропустить. Как узнать, что в заказ включена услуга от двери до двери? Это в комментариях должно быть. Уже на экране приема. Вот так вот, в комментариях. Точка приема заказа. Продуктовый магазин, ресторан. Как выбрать заказ. Номер заказа. Вот так вот. Получатель не вышел на связь. Договориться с отправителем о возраде посылки ему тоже не удается. Что делать? Вот этот вариант. Какие важные сведения нужно знать из комментариев к заказу? Наверное, все перечислено от двери до двери. Что нужно сообщить получателю во время звонка после того, как вы примете посылку? Вот так вот, наверное, все перечислено. Когда вы включите платное ожидание, если указана опция от двери до двери и почему? Сразу после того, как припаркует. Наверное, вот этот вариант. Получатель не вышел на связь. Вы звоните отправителю, и он готов принять посылку обратно. Как будет оплачен возврат? Вся дорога туда и обратно будет оплачена по счетчику вот так вот. Вам предлагают ввести дорогой ноутбук в запечатанной коробке? Ну да, если коробка не нарушена. Вам предлагают ввести пакет с деньгами? Нет, это мы не возим. А как узнать заказ оплачен картой? Способ оплаты указан в карточке заказа. Если в комментариях заказа указан от двери до двери, обязательно ли оказывать эту услугу? Да, обязательно. Как оплачивается услуга от двери до двери? Деньги с отправителя получать нельзя, получать вот так вот. Поздравляем, вы сдали тестирование по тарифу доставка. Это мы в очередной раз прошли этот тест. Причем он не показывает, вот правильно я ответил, неправильно. То есть там непонятно. Но прошел и хорошо. Слушайте, пока я тут тыкался, вот и какие-то тут слоты, бонусы появились. О, вот это норма. Подача хорошая. Ладно, поехали выполнять. Потом про бонусы расскажу. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. До свидания. Все легко и просто. Здравствуйте и до свидания. Ну, как бы сейчас я должен позвонить получателю, что я выехал и через сколько я там буду примерно. Я не знаю, делать это или нет, но давайте попробуем не звонить. Мы доедем до места назначения и там уже будем разбираться. А вот и сразу нестандартная ситуация. Впереди там вон перекрыто все, не проехать. До первого подъезда мы не доехали, возле крайнего какого-то шестого стоим. И непонятно, будет там двигаться эта машинка или нет. Что же делать, что же делать, чему же нас тренинг учил? А училу надо позвонить получателю. Ладно, вроде движение пошло. А вот девушка стоит. Вам дать. Спасибо. До свидания. Ну что ж, первый заказ мы выполнили. И, кстати, проехали мы 11 километров. Это, я считаю, вместе с подачей. И за заказ у нас получилось 7 рублей 10 копеек. Яндекс забрал свою комиссию 23 процента. И только в минус мы ушли. Потому что деньги еще не поступили. Но так вообще там 5 рублей должно прилететь. 5,70, что такое. Так, нам прилетел следующий. А, стандарт от двери до двери. Это мы не берем. Во-первых, там подача большая, 4 километра. Во-вторых, от двери до двери мне неинтересно. А в-третьих, там еще какие-то разные тарифы. Стандарт, тут прилетал экспресс. Это была доставка. Я пока не разобрался, чем они отличаются. Я думаю, там есть разница по стоимости. Бонусы я хотел посмотреть. У нас с вами есть какие-то бонусы с 10 утра до 10 вечера. А, гарантия во всем городе 7,50. Тарифы подходят. Доставка, курьер. И активность должна быть не ниже 85. То есть, получается, в данном случае не 7,10, а 7,50 должно быть? Ну, в смысле, вот этот заказ, который мы выполнили. А, да, точно. Ну, вот он, типа, 7,50 стал. Появились бонусы, но деньги еще не поступили. Хорошо, понятно. А, значит, какая-то тут бонусная система имеется. А есть еще даже начиная с 10 до 12. А, здесь 5,50. Ну, как бы так себе. Ну, наверное, все-таки, видите, как я и говорил, где-то с 9, но здесь в данном случае с 10 до 10. Наверное, самое активное время, и вот на него они поставили бонусы. Цель на сегодня. А, смотрите, здесь и цели другие поменялись. Я не знаю, каким образом, но приложение немножко переделалось. Возможно, когда этот тест прошел или что, или оно посидело, потупило. Персональные цели абсолютно другие стали. Гарантия, правда, осталась. Вот, смотрите, надо выполнить еще 4 заказа и будет плюс 8 рублей. 1 из 30. 5 заказов, 10. А, вот такие шаги. И это получается в течение дня. То есть, выгоднее всего делать 30 заказов в день. Но вряд ли мы сегодня сделаем. Гарантии, вот один заказ в гарантию пошел. Гарантия у нас 280-40 заказов. Как бы то же самое. Еще какие-то слоты есть, я не могу понять, что это такое. Вот они, слоты, добавить. Что добавить, куда добавить, не подходит под условия. Минск, весь город не подходит под условия. Питет дает заказы. Опять этот от двери до двери. Ладно, сливаем активность. Мне как бы точка B не нужна, мне без разницы сегодня, куда ехать. Я просто не хочу вот этот от двери до двери вести. А его никак не отключить. А, и прикол еще в том, что нельзя маршрут построить, пока ты не принял посылку. Если в такси ты, когда принял заказ, сразу можешь нажать конечную точку, посмотреть, куда ехать, как удобнее ехать. Да блин, а что опять это там двери до дверей? Вот стандарт какой-то. Что-то очень много вот этих дверей летит. Как с этим бороться, я не знаю. В общем, про что я там. Нельзя посмотреть сразу маршрут, пока ты не примешь посылку. Ты, получается, ее принимаешь, нажимаешь, что посылка принята, нажимаешь, что там что-то готово. И тогда только можно посмотреть маршрут, куда мы едем и как мы едем. Все-таки слил я активность, теперь получается... Опять летит эта фигня. Мы так сольем просто активность в ноль. Я тут пошарил в тарифах, оказывается, у нас стандарт еще сам включился. Давайте-ка я, наверное, отключу его. Выключить тариф нельзя, по правилам сервиса должны работать доставка и курьер. Прикол. А экспресс типа можно. Ну, ладно. Ой, так. Фигня, конечно, вот это все дело. Блин, как это нам так быть, а? Вот заставляет всякую хрень. Опять от двери до двери. Брать его, не брать, вот непонятно. Один кем. Ну, давайте. Ладно, хорошо, первый подъезд написано. Куда поедем, не знаю. Давайте посмотрим один раз, что такое от двери до двери. Но я чувствую, долго я не выдержу этой фигни. Сколько у нас, наверное, пятый заказ подряд, вот это именно от двери до двери. Я не понимаю, почему нельзя выключить этот стандарт. Может, как-то перезайти в приложение. Короче, стандарт, я так понял, это вот курьерская фигня. Если я, конечно, правильно понимаю. Сейчас я еще поищу тарифы, как они там оцениваются. Ну, в смысле, за километраж и все остальное. И мне кажется, экспресс будет дороже, чем стандарт. Что ж, возле подъезда мы только что, никого нету, естественно. Кому звонить там или что там делать? Парковаться. Ну, даже во дворе не всегда можно запарковаться. Поэтому вот эти вот от двери до двери, это крайне неудобно. Окей, никого нету, значит, типа, надо позвонить, да? Куда ехать до сих пор не показывает. Ладно, короче, что у нас... Вон, третий этаж, двенадцатая квартира, я нашел, где это написано. Видимо, надо идти. Ну, что такое? Давай, работай, как ты тут работаешь. Блин, это я вот этой хернёй добробильно занимаюсь. В общем, на Рокоссовского мы едем. Маршрут одиннадцать километров, и тут вот сумму показало. Девять пятьдесят. Ну, как бы, не знаю, я много это или мало. Просто если сравнивать с экономом, то, наверное, сумма даже меньше, мне кажется, будет. За одиннадцать километров, но рублей восемь. Может, даже семь, в зависимости от загруженности города. А, смотрите, даже код от домофона указывал. Охренеть просто. Не, вы знаете, как бы, для тех людей, у которых машина не подходит в такси... Ну, реально, какой-нибудь древний корч, что, в принципе, нормально, можно работать, я думаю. Это просто я уже жирком оброс, привык сидеть, никуда не выходить. И меня эта фигня очень напрягает. Но если поработать, втянуться, то, может, и нормально. Но, опять-таки, нужно по результатам смотреть, там, не одного дня. Это нужно месяц отработать нормально. И тогда ты поймешь, выгодно там или не выгодно. Ну, я не знаю, хотя бы неделю. Просто на старые машины, я думаю, там расходники дешевле будут стоить. И, соответственно, это выгодней будет. Ну, в общем, все нужно проверять самому. Не нужно верить мне на слово. Вероним, как это может... Вероним, как это может... Вероним... Вероним, как это может... С края... О, еще не туда заехал. Ладно, поехали. Твою мать, еще и опоздание какое-то считает. Это опоздание, когда я привожу заказ. Ладно, погнали. Блин, сейчас полные руки что-то брать надо. Плюс дождь идет. Это берем доставочку саму. Беру два телефона, потому что в одно положение. В втором я только звонить могу. Это какой? 9-й подъезд вообще? Я, может, не в тот подъезд? Подожди. Квартира 431. А здесь максимум 316. Это как? Блин, как туда попасть? О, по-моему, до меня решили позвониться. Алло. Здравствуйте. Да, вот пытаюсь набрать... Тут, наверное, я не знаю, квартира, может, неправильно. 431 указано. С обратной стороны, получается. Написано 9-й подъезд. А, 12-й. Блин, ладно, я понял, что-то я перепутал. Все убеду. Ай, короче, затупил я. Да это какая-то херня полнейшая. Вон где 12-й. Короче, блин, тупица. А что я подумал, что 9-й подъезд, я не знаю. Было написано 12-й. А, я с этим кодом домофона что-то перепутал. Там было 9109. Я почему-то решил, что 9-й подъезд. Это что значит попасть не в странную ситуацию. Как придурок. Дегаю теперь под дождем. Фу, блин, весь мокрый. О, работенка собачья. Все, мы снова на линии. Какой-то кэф даже горит. Я сейчас немножко поудобнее место для парковки найду. И стану. Давайте поищем тарифы. О, экспресс прилипся. Плюс 6,5. Ничего себе. Вот это хорошо. Это уже не от двери до двери. Это уже нормальная доставка. В общем, прибыли мы на место. Показываю, что нажимать. Пока никого нет. Вот здесь идет до подачи. Потом типа опоздание. Адрес указан. Клиент, телефон, товар для получения. На месте. Вот так вот оно. Все стоим, ждем. Типа, пока не получим посылку. Потом уже будем нажимать посылка получен. Ну и как бы да, вот они тикают. Как это, бесплатные минуты. 10 минут можем мы стоять и ждать, пока кто-нибудь нам что-то вручит. Потом только пойдет платное, я понимаю. Можно набрать, что ли? Как тут представляется доставка? Добрый день. Это по доставке. Это не такси, это по доставке. У вас доставка Рокоссовского 44, корпус 2. Это такси. Экспресс доставка такси. Ясно, короче, мы тут надолго надо парковаться. А как отменять такие заказы? Ой, блин, ну и что делать? Непонятно, что делать. Вот про что я говорил. Маршрут, мы вроде отбились на месте. Маршрут не показывает. И точно так же с точкой Б. Мы конечную точку видим только, когда заказ прилетает. Все, потом ты ее нифига не видишь. Вот только, когда нажмешь, получен заказ, тогда только он отобразит, куда ехать. Ну, как бы, ну, это немножко, наверное, неудобно. Я просто не понимаю, зачем они это прячут. Зачем нет возможности сразу посмотреть маршрут заранее, спланировать, где ты повернешь, куда и поедешь. В общем, странная фигня. Там какая-то женщина, я так понял, в возрасте ответила на телефонный звонок и говорит, что, типа, такси? Это такси? И что тут делать, как быть, не знаю. Ну, короче, мы ждем вот еще эти бесплатные минуты. Сколько их тут? Три осталось. Так, а есть у нас... А, вот, типа, отмена есть, да? Поддержка, помощь. А если отмену нажать? Отменить без потери активности после бесплатных минут можно только. Ну, то есть, получается, 10 минут в любом случае нужно стоять. Ладно, стоим, ждем. Еще хочу обратить внимание, что работаю я только по безналу. Ну, собственно, здесь в доставке точно так же. У меня сейчас в настройках только безнал приходит. Наличку я не включал. Естественно, с наличкой заказов больше. Но любое принятие наличных денег нужно где-то зафиксировать. Ну, соответственно, в доставке, я так думаю, нужна касса. То есть, по правилам должна быть касса. Ты принял денежку, внес ее туда, пробил. Ну, а так вообще каждый сам для себя решайте, как вам работать. По правилам, не по правилам. Лично я работаю только по безналу. Все, пошло у нас платное ожидание. Причем, опять-таки, оно никак не отображается. Просто платное ожидание. Минуты не показывает. Почему? Непонятно. Нажимаем отменить. Укажите причину отмены. Ладно, ну здесь подходит только форс-мажор. Тут нету причины, что неправильно указали тариф для начала. Второе. Никто не вышел за посылкой. Отмените. Отменили. Ну, короче, зря мы приехали сюда. Ну, и ради интереса, да, заказ у нас был на Симашко, Рокоссовского. Туда-назад. Реально, надо было кого-то туда-назад свозить? За отмену мы денег не получаем. Прикол, да? 0-0-0. Экспресс отменен. Короче, в доставке нету такой функции. Платная отмена. Как в такси. Поехали стоять дальше. Просто мне непонятно, знаете, что вот человеку, например, ошибочно тариф другой заказали. Почему он не вышел? Может, я его по доставке повез бы. Тем более, а, там даже коэффициент был 6,5. Ну, наверное, свозил бы для контента. Хотя, не знаю. Просто, видите, адрес сразу не виден. Я даже не знал, что это туда-сюда кого-то нужно свозить. Ладно, давайте посмотрим, что по бонусам. Я думаю, они к нам не поступают, потому что у нас снизилась активность. Значит, цели у нас не работают, потому что активность ниже 80. Ой, даже ниже 90. Оказывается, даже 90 надо. А где 85 было? Я не помню. А, для бонусов, наверное, для этих. Ой, как сложно. Да, для бонусов 85. В общем, я вижу ситуацию такую. Вам нужно просто принимать все подряд и вести. Максимум, что здесь можно 1-2 заказа пропустить, и потом 10 нужно выполнять, чтобы поднимать активность. Ну, либо через самолет. По-другому никак. Я бы вообще даже сказал, только самолетом можно пропускать. Это будет лучшее наказание. Там, я не знаю, постоишь полчаса, либо час, либо точку B заберут. Но нафиг она не нужна. А так просто вот все подряд принимаешь и везешь. Других вариантов в данный момент я не вижу. Может быть, если бы я отработал дольшее время, там, месяц тут, тогда, может быть, какую-то лазейку нашел бы. А так просто берешь все подряд и везешь. Еще мне кажется, что как-то приложение вот это перешло в какой-то режим другой, как курьер. Я не знаю, каким образом это произошло. Сейчас я попробую вернуться назад. Потому что мне не нравится вот этот стандарт, и я хотел бы его отключить. Но я не знаю, как это сделать теперь. Ну, типа, он пишет, да, вот эту фигню. А если просто отключить и это отключить? А, вот так вот. Все, типа, оно отключилось. А если экспресс, вот так вот просто? Но дело в том, что я сразу стандарт не включал. Он сам как-то включился. Почему так произошло, не понимаю. Сейчас еще раз, ну-ка, потыкай туда-сюда тариф эти. О, видите, опять он сам включился. Короче, вот такая шляпа. Почему-то он включается сам, по-другому нельзя. Не знаю, почему так. Ну, если кто-то знает, как этот стандарт выключить, то можете подсказать, конечно, в комментариях. Кому-то будет полезно. А, я же хотел еще тарифы найти. Блин, ладно, все, ищу. Нашел экспресс. Значит, у нас минимальная стоимость 3,2. 0,5,1 километр. Вот так вот. От двери до двери полтора доплачивают. Хорошо, теперь найдем стандарт. Стандарт у нас на 20 копеек дешевле. По городу 0,6. Да, в общем-то, все то же самое. Единственное, что включено километров здесь 2, а в экспресс 3,5. А, и здесь еще интересный пункт. Это в стандарте. От двери до двери даже за бесплатно можно носить. Ожидание в пути тоже бесплатно. Вот в этом, наверное, и разница. Я тут порылся и еще нашел интересные функции. Значит, где раздел тарифы? У нас есть опции для тарифа. Можно добавить термокороб и медицинскую книжку. Ну, медицинская, это санкнижка. И, естественно, если вот эти галочки потом включить... Вам добавится еще геморр. Вы начнете возить еду. Я так полагаю, из ресторанов. Какая-то будет доставка из магазинов. Это еще, наверное, более геморрно. Ну, не знаю. Это лично для меня. Кто с этим работает и работает постоянно, возможно, уже привыкли и все нормально. На автомате это происходит. Может быть, там доплаты какие-то больше. Но в тарифах я что-то не видел такого. То есть, получается, с этим термокоробом вы, например, приходите в какой-то магазин, говорите там номер доставки, судя по заказу. А судя по тому, какой заказ будет приходить, там, скорее всего, комментарий. Заказ такой-то номер. Вы приходите, говорите заказ. Вот как в обучении было написано. Вам выдают пакет, термокоробчик почесал. И где-то кому-то там доставить. Опять-таки подняться на этаж и все это принести. В общем, увлекательно и интересно эта штука. И мы без заказа стоим. Здесь, возможно, большую роль играет, я не знаю, все-таки прием заказов за наличные. Кто знает, кстати, можете написать, в каком процентном отношении. Каких заказов больше, за наличку, без наличку. Потому что я это проверять точно не буду. Вот такой прилетел от двери до двери. Экспресс плюс один. Но его мы пропустили, потому что подача была 4,4 километра. Ой, ну что ж, две дальние подачи мы отменили. Следующая, кстати, 5,9 подача была. И прилетел следующий стандарт. Это уже подача ближняя. И он у нас от двери до двери. Едем дальше страдать. Ага. Получилось даже прямо возле подъезда припарковаться. Пошли разминать булки. Опять два телефона берем. Так, 153 километра. Так, так, так. До свидания. Это скорее еда. Отмечаем, что посылка у нас получена. Вот она лежит. Потом какое-то еще готово. Что готово, не знаю. Выполняем запрос. И только тогда мы видим, куда ехать. Октябрьская 10. И стоимость видим 4,70. Получается, сколько километров 4,70, столько и денег. Плохо, что нету там описания. А может и есть. Сейчас мы довезем, посмотрим. Что показалось, там нет описания, за что платят. А, так мы можем в предыдущем заказе посмотреть. Там тоже от двери до двери было. Нет, просто 9,1. И больше ничего. Зато сборы, смотрите. Мало того, что 23 комиссии Яндекса, еще какой-то дополнительный сервисный сбор. Который составляет 7%. Это за что? А еще у меня комиссия парка 0. Это еще парк отнимать свою должен. Например, 9%, да? Как-то слишком много поборов с одного заказа. Так, здесь у нас не указано... А, это общежитие. Нету ни подъезда, ничего. А, вон кто-то идет. Замечательно. До свидания. Ну вот, за этот заказ 4,70 вышло. И если бы мы не слили активность ниже, сколько там, 85, по-моему, то мы получили бы 7,5 рублей за этот заказ. Это говорит о том, что активность надо держать 100. Все, далее я работать не буду. Мне это очень не нравится, очень не по душе. Если такого рода выпуски вам понравились, я не знаю, каким образом они могут понравиться. Пишите в комментариях, и, возможно, я сделаю... Ой, ничего себе, тут трясет. И, возможно, я сделаю полноценную смену, ну, там, не знаю, с утра до вечера поработаю. Или хотя бы не 3 заказа сделаю, а больше. Естественно, я подготовлюсь, активность подниму до 100 к этому времени, чтобы получить все бонусы и понимать, сколько можно заработать. Потому что без бонусов, я вижу, тут, ну, как-то не очень выгодно. Вот я вам покажу сейчас, вот 32 километра мы проехали. У нас и расход как бы немаленький, 10. А по деньгам у нас 15 рублей и 3 заказа. Если бы были бонусы, было бы выгоднее, однозначно. Мы бы еще, допустим, 2 сделали, уже получили сколько там, плюс 5-8 рублей. Не помню, я забыл. За этот заказ вот получили бы еще больше. Так что вот такой выпуск у нас получился. Вопросы, пожелания, как всегда, оставляйте в комментариях. Всем удачи, ребята. Пока. Поехал я домой. Поехал я домой.